Просыпайтесь и присоединяйтесь! Про то, что успеем, по крайней мере. И вот я знаю, что сейчас продолжаются в Новосибирской области региональные соревнования. Расскажите чуть-чуть. Да, сегодня-завтра завершается соревновательный период, который проводится на территории Новосибирской области. Это этап первенства Новосибирской области. У нас в течение мая прошло первенство по троеборию, первенство по конкуру, и сейчас идет первенство Новосибирской области по выездке. Выездка для неспециалистов, это, наверное, близко что-то к художественной гимнастике. Это такой вид соревнований, в которых лошади выполняют определенные фигуры при езде, движение, движение вперед, назад. Показательные выступления. Да, практически показательные выступления. Конкур — это когда лошади прыгают через легко разрушаемые препятствия. Все, наверное, по телевизору видели такие тоненькие палочки. И нужно, чтобы препятствие осталось целое. Да, чтобы препятствие осталось целое. А троебория — это король конных соревнований. Это вид спорта, который объединяет все виды. Выездку, конкур и полевая езда. Полевая езда пришла к нам со времен подготовки боевой кавалерии. То есть всадники скачут через неразрушаемые препятствия. Эскарпы, кондроскарпы, рвы с водой, стены неразрушаемые. Но это очень опасно для здоровья. Да, спорт достаточно опасен. Ежегодно происходит, к счастью, не в Новосибирской области, но в стране. Смертельные случаи, тяжкие телесные, переломы происходят практически на всех крупных соревнованиях. Ну, это вообще любой серьезный спорт. С этим связан боксеры, сноубордисты, горнолыжники тоже ломаются, бьются. Это нормальное явление в серьезном спорте. Насколько мне известно, экипировка такая недешевая, да, у спортсменов? Ну, в любом виде спорта, если им заниматься серьезно. В шахматы почему? Зато в шахматах стартовые начинаются от 10 тысяч евро. Поэтому все по-своему. А хороший купальник для художественной гимнастики стоит 500 евро. Вот я про это тоже слышал. Да, поэтому все в разумных ценах. Дети занимаются у нас бесплатно. И основным снаряжением, седлами, уздечками, всем необходимым для лошади, разумеется, мы обеспечиваем их бесплатно. А вот что должно быть у наездника? Вот ту самую экипировку, про которую Саша спросил, про цену. А я вот даже не знаю, что там должно быть. Это должны быть сапоги специальные. В первую очередь сапоги, бриджи, перчатки, рубашка, верхняя одежда, каска. То есть получается полный костюм. Для выступлений на выездке на конкурах специальный пиджак, называется «Средин год». Какой-то красивый, наверное, да, цвет? Да, он красивый, притавленный, очень красивый, да, очень красивая одежда. То есть это именно строгая, красивая одежда всадников. А вот должен быть еще такой... Кнут? Да. Хлыст называется. Хлысты разные. Хлысты для выездки длинные. Хлысты для конкура и троеборья более короткие. Но это не обозначает то, что лошадь там бьют до смерти этим хлыстом. В основном это сделано как указка для управления лошадей. Им в основном слегка прикасаются к определенным частям тела лошади для того, чтобы изменить направление ее движения. Мне как в машине, куда нажмешь, она туда и пойдет. Ну, если очень упрощаться, то именно так. Если вернуться к соревнованиям, Петр Николаевич, у нас в области, насколько это популярно? Много участников вот сейчас борются друг с другом? В Новосибирской области это очень популярный вид спорта и вполне популярный в Сибири. Показателем является то, что на первенстве в Новосибирской области по троеборью было 92 пары участников. Ого! Две пары? Пара это... А, кони... Конь и... Конь и телебет. Конь и всадник. Это очень большой показатель. Даже на Сибирском федеральном округе, который проводился в Горном Алтае, было 64 участника. То есть в Новосибирской области на областных соревнованиях в полтора раза больше участников, чем в других областях на региональных соревнованиях. Есть у нас какие-то именитые спортсмены, люди, которыми мы можем гордиться в области. И больше это все-таки популярно в районах? Есть ли у нас звезды районов и звезды города? Вот так вот, географически. В области специализированных школ практически нет. В основном небольшие конные клубы или отделения той же нашей школы. Это связано именно с подготовкой больших тренировочных полей. Это слишком дорого. В каких районах есть ваше отделение? В Ордынском, в Тогучинском, вот сейчас открылось в Горном. То есть, если говорить о спорте, то высоких достижений, не в начальной подготовке, когда просто покататься приходят, а высоких достижений, это, конечно, город Новосибирск. Хотелось бы сказать о спортсмене, о котором мы всегда с гордостью рассказываем. В прошлом году, в октябре, мы отмечали 75 лет спортивной карьеры Игоря Петровича Брайчева. Он пришел в нашу школу молодым учеником в 1942 году. Он до сих пор работает инструктором в нашей школе. Он каждый день приходит на работу. Офицер кадровый. До сих пор прямая спина, 89 лет. Каждое утро идет на работу. Вот это великая часть, наверное, попасть к такому учителю. Да. Он многократный чемпион Советского Союза, России, заслуженный тренер, судья высшей всероссийской категории. До сих пор его приглашают на все соревнования крупные. Он ездит по региону, в Москву, в Екатеринбург на соревнования, судить соревнования, оценивать работу судей. И это предмет нашей большой гордости, нашей школы. Супер. После рекламы вернемся в студию и поговорим о подробностях еще. В студии директор спортивной школы Олимпийского резерва по конному спорту и президент Федерации конного спорта Петр Николаевич Русских. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Мы говорили о тех людях, знаменитостях конного спорта и Новосибирской области, которыми мы гордимся. Поговорили о ветеранах. Теперь давайте о действующих чемпионах, о тех звездочках, которые прямо сейчас выступают и защищают честь области города. Очень хорошо выступает наша команда по троеборью. Молодцы девчонки Соня Орлова, Оксана Чонко, Мария Русских, Полина Воденкова. То есть девчонки, которые в прошлом году заняли призовые места на всероссийских соревнованиях, на региональных соревнованиях. Практически весь пьедестал Сибирско-федерального округа практически всегда занимают девчонки из нашей школы. Вы так говорите, девчонки, это популярнее среди девушек, чем среди парней. К сожалению, в наше время мальчиков стало в нашем спорте очень мало. Еще в 80-е годы мальчиков было 60-70%. А сейчас мальчишкам, наверное, быстрее и проще выиграть игру на компьютере, стать победителем быстро-быстро-быстро. А работа с лошадью – это многолетний, очень упорный труд. Плохая погода, болезнь – ничто не является оправданием для того, чтобы спортсмен-конник не пришел к своему коню. Это гантели, скакалку, лыжные палки можно положить, через два дня взять и снова пойти. А к лошади надо в любом случае прийти. Ребятишки приходят минимум 6 дней в неделю, проводят очень длительное время на конюшне. Только при постоянной работе со своим животным можно добиться реальных результатов. Иначе она тебя забудет? Нет, не поэтому. Но просто это симбиоз двух живых существ. То есть так же, как в семье муж с женой, так и в садник со своей лошадью. Если будут встречаться иногда-иногда, у них у каждого будет своя жизнь, и не будет семьи. И так же не будет победной пары. А с какого возраста можно заниматься конным спортом? В основном это зависит от физической кондиции. Потому что это же не просто покататься в парке, в поводу. Чтобы ножки доставали до стремян, чтобы ручки имели хоть какую-то силу немножко управлять. И они опять же ухаживают сами за своими, да? В основном в 11-12 лет. Ухаживать, то есть основную работу, чистить денники и кормить, в основном делают конюхи. Но чистить лошадь, ухаживать за ее внешним видом, давать прикормки, и даже чистить свой денник, в основном спортсмены любят делать сами. Потому что именно в этой работе, в этом общении проявляется симбиоз человека и лошади. Налаживаются отношения. Налаживаются отношения. Вы говорили про тех девчонок, которые сейчас добиваются успехов. Они какого возраста, какой возраст считается звездным в конном спорте? Так же, как в всех видах спорта делятся дети, юноши, юниоры. То есть до 14, до 18, до 21 года. Это в основном юноши и юниоры. То есть в детском возрасте в нашем виде спорта достичь больших, высоких результатов еще сложно. Просто и физические кондиции не те, и время чаще всего проходит мало. А юноши и юниоры наши, это ежегодные призеры всероссийских игр, члены сборной Российской Федерации. То есть ребятишки уже к 17, к 18 годам выполняют норму мастера спорта и достойно выступают за нашу область, за нашу страну. Вот сейчас проходят соревнования среди уже взрослых наездников? В каждых соревнованиях идут зачеты для юноши, юниоров, детей и открытый класс для взрослых, всех желающих. И вот сейчас, в последние два дня завершаются мероприятия, там тоже детки участвуют? Да. Вот это супер. Наверное, зрелищная вещь, когда какой-нибудь ребенок выполняет что-то, чего ты не можешь всегда поражать. Про организаторскую сторону вопроса очень интересно. Занимается вот этими областными мероприятиями Федерация конного спорта Новосибирской области, наверное. Кто вам помогает? Мне просто помогает. Дело в том, что правительство Новосибирской области, департамент спорта Новосибирской области является учрителем нашей школы. И все выезды на соревнования, приобретение экипировки, приобретение собственного лошадей, аренда помещений, все это делается за счет бюджета Новосибирской области. Я уже говорил, что ребятишки занимаются совершенно бесплатно. И основным снаряжением их тоже обеспечивают за счет бюджета Новосибирской области. Последние два года на конный спорт Новосибирской области было обращено значительное внимание. Очень хотелось бы сказать слова благодарности и правительству, и департаменту спорта, руководителю Ахапову Сергею Александровичу за то, что последние годы у нас практически вдвое увеличился бюджет. И это позволяет нам выезжать на соревнования, достойно показывать результаты. Ведь если пловец взял с собой ласты, плавки и полетел в самолете, то нам ведь надо везти лошадей. Отвезти команду в Москву у спортсменов стоит 200 тысяч, а лошадей для этой команды 550. И поэтому, разумеется, без серьезной помощи со стороны правительства мы просто не можем показывать серьезные результаты. Для того, чтобы выполнить норматив мастера спорта, нам надо ехать в европейскую часть России. То есть этот норматив выполняется только на всероссийских соревнованиях, которые проводятся в Европе. Международного мастера надо ехать в Европу. А чем дальше едешь, тем дороже стоит. Мы поговорили о людях-звездах. А есть у нас звезды, собственно... Животные? Да. Легендарные... Какие-то арабские скакуны у нас там. Легендарные жеребцы и кобылки Новосибирской области. Арабские скакуны в классических видах спорта в Олимпийских. Это я так сказал. А кто участвует? В основном лошади тракенинской, ганноверской породы, иногда английские чистокровные. Но бывают и рысаки, русские рысисты были даже призеры Олимпиад в свое время. Но хотелось бы поговорить не об этих лошадях. Эти лошади приходят, уходят, бывают звезды. Хотелось бы поговорить о нашем ветеране. Практически все спортсмены, кому сейчас уже 40 лет, даже больше, приходят и вспоминают нашего пиона. Он до сих пор жив, до сих пор катает маленьких ребятишек в нашем отделении, в Тогучинском районе. Обычный конь-полукровка, которому точно никто не знает сколько лет. По документам 31. Но когда он пришел, документы были не точно оформлены. Но видок у него не побольше. Очень красивый, очень пушистенький, аккуратненький, хороший конь, ласковый, который учит всех ребятишек, участвует в парадных мероприятиях. Вот в этом году он в очередной раз вывозил Деда Мороза Ленинского района в саде Кирова. Круто. Поэтому это наш самый любимый, самый достойный наш ветеран, которого помнят все конники за последние 30 лет. Это достопримечательность Тогучинского района, имейте в виду гости. Он только в этом году уехал, он стал совсем старенький, его отправили на выпаса. Спортивных лошадей держат до смерти, и им создают условия, чтобы они спокойно выпасались и жили до естественной своей кончины. Долго и счастливо. Чем кормят спортсменов? Отличается же, наверное, корм спортивных животных от просто тех, кто живет в деревне, в хозяйстве? Ну, так же, как и для людей. То есть, есть основной корм. Диета. Который, так же, как люди едят хлеб, мясо, картофель, а так же и лошади. Основное питание у них сено и овес. Но для повышения результативности даются определенные добавки витаминные, премиксы, различные овощи, в первую очередь морковь, соль. Для спортивных лошадей проводится подборка витаминных добавок на основе биохимии крови, которую мы проводим несколько раз в год. И составляется витаминная добавка. Ну, точно так же, как с любым человеком, спортсменом. А когда подбираешь лошадь себе для спортивных целей, учитывается твой рост, твоя комплекция? Что учитывается? Как выбрать? Ну, рост и комплекция тоже в определенном мере имеют значение, но это не обязательно. Больше характер, наверное. Да, больше взаимопонимания. На этапе подготовки, подбора, то есть когда спортсмен становится перворазрядником, кандидатом мастера спорта, зачастую тренер пересаживает 2-3 раза спортсменов с одной лошади на другую. И в конце концов подбирается какой-то такой комплект, такая пара подбирается, которая уже дает максимальные результаты. А сколько стоит лошадь спортивная, если я захочу сейчас заняться этим? Ну, в среднем. Для новичка. Любительскую лошадь можно купить в пределах 150-300 тысяч рублей. Лошадь средней приличности, которая достаточна для того, чтобы вести результаты на Сибирском федеральном округе, стоит до миллиона. Лошадь, которая выступает на Олимпийских играх, стоит несколько миллионов евро. С ума сойти можно. А ты не хотела нас. А как? Это живой организм. Просто так не купишь. Спасибо большое. У нас в гостях был директор спортивной школы Олимпийского резерва по конному спорту и президент Федерации иконного спорта Петр Николаевич Русских. Спасибо большое. Спасибо большое. Вам спасибо. И мы тоже всем говорим спасибо слушателям за внимание. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя, Александр Чисовитин, Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.